Игорь Любимович, меня зовут Виктор, я представлюсь в Солодюхин, я проживаю в городе Якутске. Это республика Саха-Якутия на территории Российской Федерации. У нас в республике, если вы знаете, наверное, самая холодная точка планеты, имеется в виду самый холодный населенный пункт, это Аймекон. В северном полушарии. Да, Аймекон, температура опускается до минус 62, и бывали, фиксировали 72, по-моему, самая высокая. Вот, собственно, я думаю, что вам данная республика знакома, да, то есть кто там проживает и так далее, да, вот, не буду углубляться. Значит, вот, имею высшее образование юридическое, то есть я гуманист, да, занимаюсь банковством физических лиц, то есть оказываю услуги в этом направлении. Ну, и всегда во мне была тяга, да, то есть какого-то, наверное, более каких-то философских познаний, да, то есть чтобы развивать себе, грубо говоря, самые простые, наверное, для начала вопросов, это что такое хорошо, что такое плохо. И, значит, вот, собственно, поэтому я начал увлекаться темой непознанным. Просто у меня сначала была какая-то религиозная составляющая, да, то есть как у всех маленьких детей, что так почему трава зеленая и так далее, кто-то выше нас на небе яденько там и так далее. Ну, и после окончания института я как-то более глубоко начал этим увлекаться и по счастливому случаю, соответственно, вот, я увидел некие объекты, о которых я в дальнейшем расскажу. Ну, собственно, значит, я, как увидел ваш профиль на ютубе, да, то есть я где-то на протяжении пяти лет или шести вот изучаю разную информацию уфологов, того же Черноброва, разные ролики просматривал, читал книги об его исследованиях. Сейчас руководитель Киска, также имел связь с руководителем Космопоиска, да, Кривошапкиным, но, как бы, каких-то внятных ответов именно от них, как бы, я для себя не нашел, да, потому что они очень маскируют какую-то, ну, саму тему непознанного, да, то есть для простых у вас населения они не доводят одну информацию, возможно, знают маленько о другом. Ну, и путем анализа той информации, которая, значит, присутствует в интернете, я научился выбирать нужную. И когда я вот сначала увлекался разными роликами на ютубе Кори Гуда и прочих, да, я увидел ваш аккаунт, да, то есть и, соответственно, меня очень заинтересовало то, с какой, ну, то есть обоснованной, так скажем, да, логической позиции вы доводите эту информацию, потому что у вас не просто основывается все на якобы где-то что-то, а вы стараетесь хоть какие-то, но достоверные, логические выводы делать. И меня это очень заинтересовало, очень это все, как бы, познавательно, и я с удовольствием смотрю ваш канал. Соответственно, так как тема для меня это стала очень близкая, я решил связаться с вами. Вот, и я очень вам благодарен, что вы не отказали мне в беседе. Вот, и поэтому, наверное, какие-то важные для себя вопросы, ну, точнее, ответы на вопросы я сегодня найду, потому что, думаю, вы мне поможете в этом. Если, конечно, так получится, я бы очень рад. Ну, если какие-то у вас еще вопросы, возможно, конкретно о моем резюме, я могу вам дополнительно что-то либо про себя рассказать. Ну, собственно, вот так. Ну, во-первых, еще раз, здравствуйте, это сейчас для вас очень важно, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое. Да, надо стараться. Я знаю этих людей и много знаю о этом месте на Земле, скажем так, о том, о чем, между прочим, иногда предпочитаю даже не говорить. Даже об этом знаю. Это маленький намек на то, что не все на нашей Земле исследовано, истолковано и правильно преподнесено людям. Есть масса загадок на Земле якутской, которая по многим параметрам уникальна, не только Оймяконом или там Верхоянском, какими-то другими местами. Там есть такие совсем-совсем нехоженные места, куда все-таки некоторые люди попадали. И кое-что в наших беседах с ними я узнавал. Но это когда-нибудь для следующего разговора. Теперь, что бы мне хотелось от вас услышать? Я так понял, что в вашей жизни было и то, что иногда обозначается термином «непознанное». Может быть, вы об этом расскажете? Да, Игорь Владимирович. Соответственно, как я и сказал, что я увлекался этим. То есть мысли в моей голове вертелись, я искал ответы. Как говорится, знаете, вот если о чем-то думаешь, мы эти мысли материально, то и встречаешь в жизни. Возможно, на этом есть какое-то объяснение. Но как раз на моем пути такие случаи были с самого детства. В один день, когда я был совсем маленький, я родился очень белокурым мальчиком. Я напрочь в возрасте 3-4 лет сказывался стричь волос. То есть для меня это было что-то просто ужасное. То есть я, соответственно, мои белые волосы, я никому не давался, не давался. То есть и, значит, но как-то все это через слезы, в общем, меня мама постригала. Вот. Далее в таком возрасте я в один момент, играя дома в комнате игрушкой на подушке, мама и родители спали в другой комнате, у меня был включен свет. Мы жили на втором этаже, соответственно, значит, я не видел, что происходит за окном, но была на улице зима. Я услышал стук в окно. Я был маленький, стук с огромным рычанием, таким, знаете, нечеловеческим рычанием просто. Я очень сильно испугался. И, ну, как здесь какой-то зверь рычит, вот стучит вот так, бум, бум, бум. И, соответственно, на втором этаже туда, ну, пробраться никому нереально просто. Дом двухэтажный. И вот этот вот звук прям нечеловеческий доносился со стороны окна. И я посмотрел в эту сторону, я ничего не увидел, потому что у меня горел свет, соответственно, уже темно. Я убежал к родителям и просто уснул. Все спали в этот момент. То есть вот такая встреча у меня произошла с чем-то необычным. Но, как бы, вот этому я отдавался с большим значением, потому что я запомнил это на всю свою жизнь. В этом же возрасте приблизительно, может быть, годом ранее, либо к двум годам позже, молодой человек рядом со мной, находясь на улице, да, то есть никого рядом не было. Это был парень в возрасте, наверное, 14-15 лет. Высокие, темноволосые. Я был ребенком, мне было 5-6 лет. Он, ну, они играли, в общем, он был из одних ребят, которые играли в футбол. И когда все разошлись, он остался только со мной, и мне сказал, хочешь, я тебе кое-что покажу? Я сказал, ну, я просто молчал. Он взял мяч и пнул этот мяч, соответственно, наверх. И я видел, как мяч улетал, вот прям я вот четко помню это, да, ну, и уменьшался в размерах, и потом просто исчезал. Я не знаю, насколько это правдоподобно. Могло ребенку показаться, я не исключаю это. Но далее. Потом необычные вещи начали происходить со мной уже более в осознанном возрасте, взрослым. Одна из таких вещей, это, наверное, самое необычное, самое подтверждающее, факт не поздно, перед моими глазами, да, это когда, в случае, когда я находился дома, дома также были другие домочадцы, так скажем. И я просто смотрел на свои компьютеры какие-то новости и так далее. Я очень любил читать, увлекался какими-то философами. У меня всегда была книга, энциклопедия, очень массивная, такая толстая, энциклопедия высказывания разных философов. Она называлась энциклопедия мыслей. И я читал эту энциклопедию. И когда, значит, я включил передачу, положил ее слева от себя, я включил передачу, ну, какие-то комические ролики и так далее. У меня был погашен свет, комната была закрыта. Какой-то, значит, сквозняк. То есть все было герметично, с какого-то сквозняка быть не могло. У меня двойные рамы на окне, да, то есть все это, как в СССРе, с ваточками все забито. Дверь была закрыта, и дома было довольно тепло. И я почувствовал дуновение ветра. Это было не то, чтобы какое-то дуновение, это, наверное, более как похоже на стекание путел с чего-то ветреного. Оно как бы меня обволакивало, что-то холодное. Вообще, очень необычное ощущение. И я посмотрел сразу на дверь и подумал, откуда это дует. То есть, да, я понял, что дверь закрыта, и сразу понял, что что-то не то, что-то непознанное. И на моих глазах книга открывается сама по себе. То есть она открывается, не вся книга, а вот так вот с листочками, открывается только корка. Она открывается, у меня, соответственно, так скажем, мягко сказать, выплеск эмоций. Я встал быстро, включил свет, кто здесь и прочее. И, соответственно, я понял, что это такое, потому что я увлекался этим. Ну, собственно, как-то без какой-то тревожности обратно лег и занимался тем, чем занимался. То есть на меня это никак не повлияло. Ну и последний завершающий случай, который также, наверное, углубил только мое убеждение в познании того, что... Ну и, собственно, вообще, почему я с вами здесь как бы и разговариваю, Илья Любимович, это то, что я увидел в небе настоящую летающую тарелку. Да, то есть как вот обычно ее наблюдают. И самое интересное, что это было днем, это было чистое небо. Я ехал на автомобиле, собственно, с загорода в сторону населенного пункта Якутска, то есть это как бы столица, так скажем, республики Саха-Якутия. И на правом берегу, так скажем, был горный массив. Не то чтобы это горы, это такие небольшие сопки. Абсолютно небольшой высоты. И это был 2015 год. А в это время на этой горе, вот где я наблюдал его, строили ГРС-2, то есть это энергетическая станция, соответственно, с двигателями, да, которые вырабатывают мощную энергию. И через вот этого, значит, вот после этого наблюдения, спустя два года станцию уже успешно запустили. То есть она начала уже как бы непосредственно функционировать и ресурсно снабжать полностью все население. Значит, само наблюдение, да. Еду на машине, самой находится два человека, это моя мама. Она православный человек, соответственно, она верующий человек. Моя сестра также православный человек. И как бы была такая, знаете, очень светлая, позитивная, хорошая обстановка энергии между нами. Вот мы едем. И я, соответственно, наблюдаю где-то метров сто над ГРСом, на самим летающую тарелку серебристого цвета, сверкающую на солнце. То есть как она обычно плоская такая, да. И я предполагаю, что диаметр был где-то около метров ста. То есть она довольно была массивная. Я вот ее увидел. Она, соответственно, без шума, без дыма какого-то либо. Над ГРСом она висела, то есть над землей она висела, ну, не знаю, приблизительно метров 500, наверное, может быть 400. Да, то есть... И бесшумно направляясь вверх, она не резко как-то ушла. Она довольно плавно, но довольно стремительно и быстро. То есть если наблюдать, допустим, за какими-то, значит, полетами ракет на наших космодромах, да, как ракет летит, она довольно долго улетает. А вот эта бахина стометровая, она, ну, наверное, за считанные секунды, может быть, секунд 10-15, она довольно устремилась вверх, начала уменьшаться в размерах, то есть образовалась в черную точку. А потом я вижу, что эта черная точка исчезает в космосе. Соответственно, я, конечно, уже понял, что, ну, как бы мы не одни, я до этого это понимал и просто был уже начал интересоваться этой темой. И у меня просто множество вопросов по поводу, как это все взаимосвязывается с религией, потому что я для себя, как человек, какие-то ответы получал, что-то анализировал. Я понял, что, как бы, ну, как скажем, какие-то вкратце итоги своего понимания, я скажу, да, осознания, что мы не одни и что все-таки есть понятие позитива, добра и зла. Я для себя объяснил следующим образом. Я посмотрел на себя, как на организм, который создан кем-то, не Богом, точнее, не человеком. Я посмотрел на, обратил внимание на нервные окончания. То есть, если мы себя погладим по руке, мы ощутим что-то приятное. Если мы себя ущипнем, мы почувствуем боль. Более, соответственно, человек единственное существо, которому дан интеллект и право и выбор между этими нервными окончаниями, между эмоциями, которые он выдает. Ну, что нельзя сказать о животных другого рода. Ну, о животных, да. У них такого права выбора, к сожалению, практически нет. У них, ну, я думаю, вам это все известно. Ну, собственно, я посмотрел и сделал для себя такие выводы, что настоящее доказательство того, что существует позитив и добро, это наши нервные окончания, которые, соответственно, ну, зло и добро, да. Наше тело об этом говорит, собственно, вот как-то так. Вот на сегодняшний день это пока все случаи, которые со мной были. Ну, если вот вкратце рассказывать, то это вот так. Хорошо, тогда перейдем, может быть, к наиболее важной части нашего разговора. Какие у вас есть, может быть, вопросы, о чем вы хотели поговорить более конкретно? Да, я бы хотел поговорить о взаимосвязи, да, то есть риги, в том числе православного убеждения, да, с всем космическим, что на сегодняшний день есть. Есть какие-то определенные такие понимания, потому что, когда я разговаривал с батюшкой, он мне просто сказал, что, ну, у меня задавал вопросы, мне было интересно. Я сказал, ну, есть же вот НЛО, есть же они, я же их видел, можете мне дать какой-то ответ? Он мне сказал, что ничего этого нет. А звезды – это просто лампочки на небе, которые, ну, вот, как Бог распорядился, вот они горят вот просто для красоты. И я подумал, я пришел в церковь, да, как-то вот, не знаю, поделиться самым сокровенным и как-то вот понял, что, наверное, там ответов я не найду. Но, тем не менее, я пока придерживаюсь к тому, что Иисус Христос – это тот, наверное, тот человек, который делал что-то правильное, а не те, кто, наверное, потом что-то исковеркали, все понимания и так далее. Вот, если бы, ну, это первый вопрос, если можно как бы пояснить. Ну, вопрос огромного масштаба, и я периодически касаюсь этой темы. И, на мой взгляд, по-настоящему эта тема не раскрыта ни в так называемых обычных знаниях классического типа, ни как ни странно, она толком не раскрыта в альтернативной науке, где тоже есть масса странного, спекулятивного и так далее, и так далее. И всему этому есть объяснение. Я, может быть, начну отчего. У меня был свой период и вхождение в практическое, я их назвал, практическое православие. Со всеми необходимыми элементами. С крещениями и всем остальным. И все это происходило самым напряженным, самым тщательным отслеживанием с применением всех практик, всех техник, которыми я обладал к тому моменту. Того, что со мной происходит и что происходит вокруг меня. Потому что, ну, во-первых, я с детства знал, что был крещен во младенчестве. Это было сделано тайно. И, как мы знаем, этот обряд, он имеет свое значение в некоторых случаях. Довольно важный момент. Но главное с человеком происходит во взрослом состоянии. Конечно же, не случайны и определенные временные рамки, в которых человек может пройти тот или иной обряд, назовем это посвящение. Я не имею в виду пресловутую цифру 33. Тут все совсем не так. Но какая-то своя нумерология здесь есть, присутствует. Так вот, когда у меня все это происходило, это одновременно сопровождалось и переживанием, и переосмыслением очень многих событий, в которые был вовлечен. Причем некоторые из этих событий сплетались в такой тугой узел острых ситуаций, где присутствовало и нечто из области, если угодно, христианско-православной ритуологии. То есть, когда ритуалы определенные совершаются. Один из них, между прочим, происходил в Гелатии. Это священное место для всех жителей Грузии. Гелатий – это монастырский древний комплекс, на территории которого стоит храм великолепнейший. И вообще весь этот комплекс строился при непосредственном участии одной из величайших фигур в истории не только, собственно, Грузии, но, на мой взгляд, и всего христианского, просвещенного, одухотворенного мира, западного и восточного. Давид – строитель, величайший воин и величайший духоборец и строитель одновременно. Это был человек, о котором можно просто часами рассказывать, насколько интересен он был во всех смыслах. И как воин, защитник своей земли, и как человек посвященный. Те, кто были внутри храма и посмотрели наверх при входе, они понимают, что такие кресты, такого типа, просто так на потолке не рисуют. Маленький намек. Есть изображение всех этих поверхностей храмовых. И, между прочим, такой маленький нюанс. Он завещал похоронить себя у входа в храм. И так получается, что когда ты входишь в храм этот центральный, то ты волей-неволей вынужден наступать на эту могилу. Вот так вот. Вот такой царь повелел себя так похоронить. Я не буду комментировать этот факт истории, который там присутствует. На территории этого храмового комплекса протекает ручей, который забран в такое железобетонное русло, если угодно, искусственное. Там всегда много воды. Так вот я там принимал водное крещение на этой священной земле. Другое дело, как это все происходило, это тоже ненаписанная книга про вот те события, о которых я много раз говорил. Это экспедиция под эгидой Латвийской научной ассоциации уфологии и энеологии. Там многое вскрылось во время этой экспедиции, и потом эхо этих событий, оно дало свои результаты. Но тем не менее, там что-то такое происходило, какое-то священодействие. И уже тогда было совершенно очевидно то, о чем, собственно говоря, еще в начале 80-х не просто подозревал. Я уже читал эту литературу, глубокую, исследовательскую, и в русле религиоведения. Я читал Евангелия неканонические. Потом ко мне в руки пришел сборник апокрифов евангельские. Это то, что было найдено в Египте, в местечке Накхамади. И то, что сегодня известно, как апокрифические Евангелия, среди них Евангелие от Иоанна, на которые сегодня ссылаются просто сплошь и рядом, используя из него термин «архонты». Я читал это в те годы еще. И мне было важно изнутри все это узнать. Ну, действительно, о чем ты думаешь, то к тебе и приходит. И потом, в 91-м году я, так уж получилось, оказался вовлечен в события, вскрывшие для меня то, что тоже исподволь как-то по другим каналам до меня доходило в нашей латвийской действительности. Из того, что представляет из себя истинное лицо нашего руководства православной церкви. Я еще более глубоко во все это проник, поучаствовав в судьбе одного священника, который, ну, иначе, как другого термина невозможно применить, как обманом был вовлечен в Латвию, а потом брошен на произвол судьбы. И приглашен на весьма высоком уровне. А потом брошен. Его даже не встретили у нас на вокзале. А это дело было, в общем-то, осенью, такой совсем не теплой. И, повторяю еще раз, вот так через участие в судьбе этого священника мне пришлось многое узнать о том, что реально происходит. И уже тогда у меня было абсолютное, четкое и ясное понимание того, что, собственно говоря, религия, как такое специфическое явление в жизни человечества, оно не имеет ничего общего ни с конфессиями, ни с деноминациями, ни с чем другим, разделенным на части и управляемым из какого-то явно недружественного людям центра. Я сейчас говорю о человеке целостном и человеке космическом. Еще раз повторяю, в этом смысле человек не может не быть религиозным. Далее, с точки зрения радиотехники, я несколько раз об этом говорил, вся конструкция человека, вся от клетки с органеллами до целостного его физического существа, это приемопередающая система, работающая в широчайшем диапазоне волн. Для меня, как для радиста, это стало абсолютно ясно, как только я в начале 80-х вообще занялся этой темой. И изучая работы Горвича и многие другие, которые написали в 30-е годы, включая такие работы, как «Человеческая клетка», как «Аналог радио». Далее, безусловно. Если мы говорим о христианстве, то мы вынуждены говорить и признавать то, что, будучи данным как знание об освобождении себя из того узилища, в которое человечество было погружено чужеродными силами, это было захвачено, извращено и насаждено в виде поработительной психологии. И мы имеем все виды проявления этого в современной, и тут неважно, православной, католической, еще какой-нибудь ритуалике. И многом другом, безусловно, включая и искажение, извращение, изъятие многих частей изначальных текстов, да еще и в виде вообще запрещения очень многих документов, уничтожения их, и все это известно. На этом построена современная система манипулирования человеческим сознанием. Я должен сразу оговориться, что даже в этой чудовищной системе порабощения, манипулирования, деградирования человеческого сознания внутри этих устаревших уже много веков назад систем, который мы называем церкви, даже внутри этого всего есть свет основателя учения об освобождении. Он никуда не делся. Он, как его не затеняли, как его не чернили, он все равно пробивается. Настолько он мощный. Так и есть личности, личности отдельных священников, которые не просто прошли семинарии, еще что-нибудь такое, вызубрили и толдычат все это тем же языком, который как был непонятен многие века назад, так и до сих пор невразумителен до изумления. И в этом смысле, конечно же, церковно-славянский, церковно-современный язык, он значительно проигрывает хотя бы английскому языку. К великому сожалению. Возьмите, сравните Библии. На английском языке, неважно какое издание, там Короля Якова или классическое, или New International Version, у меня есть такая Библия, она в бумажном виде, и до сих пор издаваемая нашим замечательным колерикальным сообществом. И сравните просто название, не надо даже тексты, название. Вот на английском языке Chronicles, Chronicles, Уже на слух понятно, о чем идет речь, то есть хроники. На русском языке, для русских людей до сих пор этот раздел Библии назван паралипименом. Ну и что-нибудь русский человек понимает в этом слове? И так далее. И все это делается намеренно. К великому сожалению, это факт. Поэтому, я могу тут еще очень много сказать, чего, начиная вообще с фундамента, с того, что, конечно же, под руководством врагов рода человеческого, как только стало понятным, что состоялось нечто космическое на Земле, тут же была включена хорошо проверенная тактика. Исследование, захват центральных фигур вокруг какого-то явления, а потом извращение всего этого через систему исполнения. Это, собственно говоря, в двух словах история современного христианства. Со всеми этими совершенно героическими и невероятно прозорливыми, конечно же, римскими императорами, которых чтят как святых. Это ж надо догадаться. Во всем этом есть и вообще жуть несусветная, когда все это было превращено фактически в некий вид такой сказки для взрослых людей, в которой языческие элементы, существовавшие тысячелетиями до прихода христианства в том виде, в котором он там реализовывался, были внедрены в канву как бы евангельскую. И все это прекрасно понимают. Достаточно одного празднования Рождества, чтобы сразу понять, о чем идет речь. Плюс, ну, если вы человек, знакомый с юриспруденцией, с правилами расследования, изучением всех элементов, фактуры, то есть несколько способов следовательской работы. Почему я об этом говорю? Потому что среди моих друзей, приятелей и знакомых были и люди из определенных органов еще 80-е годы. Ну, и в 90-е тоже. Латвия маленькая страна, тут все друг друга знают. И некоторым из своих знакомых в этих органах я предлагал посмотреть на тексты синаптических евангелий, то есть те, которые официальные, вот они так до сих пор издаются, как на предмет исследования. И я попросил их найти там что-то, что им покажется нелогичным, несуразным, подозрительным и так далее. Эти люди подходили к этим описаниям строго профессионально. У них не было никакой другой заинтересованности. Это что-то вроде ребуса, который им подкидывал. Люди нашли там много всего. Это просто означает, что все это состряпано крайне небрежно, наспех. Сейчас я не буду говорить обо всех находках, как это принято называть в следственном деле. Но там, например, описание событий, непосредственно предшествующих тайной вечери, сама тайная вечеря, и сразу после нее события, там Гефсиманский сад и так далее. Если бы вы знали, сколько там эти люди нашли того, за что, мягко выражаясь, можно зацепиться. То есть, говоря проще, это нелепица, это выдумка, это извращение реальных событий, которые были. Они были более чем трагическими. Безусловно. Вот только фигуры там местами поменяли, и стрелки перевели не на тех, на кого надо. И последнее, на эту тему. Но в конце концов, действительно, есть глубиннейшие исследования этой темы, которые проведены в разных традициях исследования, с опорой на строгие документы, которые как были к моменту начала этих исследований, так и не остаются в доступе, в свободном. А уж в эпоху интернета, так вот подавно, да? И здесь можно многое упомянуть. Я упомяну то, что пришло в традиции Теосовской. Подчеркиваю, есть и другие исследования в других традициях и школах. Между прочим, и восточные тоже. Есть традиция суфийская, исследование христианских текстов. Об этом мало кто знает, а это есть. Только это настоящие суфии, а не те, которые тут дурака валяют и кем-то там наряжаются. Так вот, в трудах Блаватской очень многое на эту тему. И очень советую это почитать и послушать. Не потому, что я как-то почему-то шибко в нее влюблен или не мыслю себя вне рамок Теосовского общества. Я с некоторых пор вообще никаких рамок не признаю. Для меня метод синтеза важен. А в нем главное, чтобы одно не противоречило другому, а дополняло. Но я привожу пример Блаватской именно в силу того, что я сказал только что. Строжайшая документальность и подтверждение каждой фразы с ссылками на исторические факты, на исторические документы. Это все точно есть. Сейчас я говорю о личности того, кого мы называем спаситель. То есть выясняется, что там намешано многое. Там как минимум два человека присутствуют в этих текстах. А есть люди, которые копали настолько широко. Я изумился, когда прочитал исследование одного то ли канадец, то ли англичанин. Суть не важна. И тот, и другой под британской короной. Но там даже было исследование экономическое. То есть вот эта странная ситуация, когда некто несколькими главами до того, а потом и после взывает к человеческой любви, прощению и так далее. А тут он просто берет палку и хлопает ею по головам менял торгующих у входа в храм. Заметьте, у входа в храм. А сейчас у нас в храмах что? Понятно, да? Да. Вопрос. А это как вообще стыкуется-то? Космическая любовь и вот палка это что-то из такого даостского какого-то метода. Да. И еще многое. Потом этим человеком была проведена скрупулезнейшая работа по исследованию вообще этих экономических темных взаимоотношений. Рима и Иерусалима. Он там такую контрабанду открыл. Ой-ой-ой. На этом жерели эти господа фарисеи и саддукеи. А тут пришел кто-то и вознамерился всю их эту контору порушить. Это уже повод к устранению персоны, да? Да. Как минимум. Короче. Повторяю еще раз. Я могу долго говорить на эту тему. Я просто хочу сказать, что есть нечто о чем гораздо позже в XIX веке говорил Кант Эммануил. Вот что до сих пор и сохранено в этих религиозных структурах. какими бы жуткими и извращенными в своих деталях, в своем исполнении они не были бы. Вот тот самый нравственный закон внутри человека, который созвучен звездному небу. об этом говорил Кант. Которого эти две вещи изумляли больше всего. Поэтому я никогда никоим образом никого не призывал бросить свою какую-то привязанность, причастность к чему-то, что связано с понятием церковь, служение, храмовые дела и так далее. Поверьте, многое там еще есть светлого. И в звуке храмовом, и в хоре, и в пространстве храмовом это все чаще всего, я сейчас говорю про старые храмы, строилось ведь по золотому сечению. И это правило, оно и есть объяснение того, почему при правильном взаимодействии с храмом человек всегда получает только пользу. А если храм наполнен сиянием и светом души и сердца священника, который в своей проповеди обнимает своим светом любовью, участием присутствующим, я считаю, что в этом ничего, кроме прекрасного, нет и быть не может. Вопрос в другом, насколько часто все это сегодня происходит и в каком соотношении такого рода священно действия находится с аббревиатурой, обозначающей контору, правящую в этой среде. Так что вот это моя позиция по отношению к всему, что было задано в этом вопросе. Далее. Как соотносится любая из современных религиозных систем с темой НЛО? Напрямую есть масса документов, артефактов, свидетельств, дошедших до нас через тысячи лет, включая и период и христианский, дохристианский и нынешний, где на иконах, на изображениях святых, на картинах, изображающих жития святых или главных персонажей Библии, изображены эти самые объекты. И любые попытки покупных христианских или неважно каких там искусствоведов в штатском и прочих сказать, что тут случайное совпадение, либо у этих людей не все в порядке с логикой, либо, что гораздо чаще, им за это хорошо платят. И как система оплаты работает, я тоже знаю, не знаю, к счастью, несчастью, но просто из первых рук. Потому что все, о чем я сейчас говорю, является одним из направлений и исследования, а с другой стороны влияние на человеческое сообщество из структуры под названием тайная космическая программа. да, Юрий Рябинович, хотелось бы, конечно, ТКП тоже вкратце точнить, да, вот я, вот если вспомните, есть такой фильм на старом американском прокате, называется «Чужие среди нас», и он отображает действия тайной космической программы в том, что не все так далеко, которое может быть совсем рядом. И интересующий вопрос, вот, касательно тайной космической программы, насколько подружена вся вот эта вот космическая индустрия в нашу земную жизнь. Действительно ли кто-то под грифом человек, ну, как сказать, человек, наверное, присутствует рядом с нами, да, вот, и насколько это вообще возможно, потому что бывают люди, в том числе наш президент Владимир Владимирович Путин обладает стольким количеством информации, просто иногда удивляешься, вообще как можно отвечать абсолютно на все вопросы и помнить очень много информации, цифр, экономики и так далее, то есть, вот, я думаю, если вы меня поняли, вот смысл выскажите вас со своей комментарией, но это можно обозначить еще более открыто, я за вас это сделаю, насколько тема тайной космической программы распространяется на те или иные фигуры современной геополитики, и это есть определенным образом, практически всегда не напрямую существуют определенные законы, по которым может или не может быть президент конкретной страны в той или иной связи напрямую, допустим, с каким-то уровнем тайной космической программы. Кстати, об этом очень много говорится в видеороликах на нашем канале Астралионика. Дальше. Те, кто постоянно регулярно смотрят наши каналы, а теперь наших каналов уже три на Ютьюбе. Астралионика один, Астралионика два и Астралионика три. И дополнительные есть каналы, на которые мы выставляем те ролики, которые нам точно забанят по разным причинам. Это ресурс Вимео и видео хостинг на mile.ru Всегда ссылки есть на эти каналы. Кроме того, у нас есть сайт, куда помещаются все ролики со всех каналов, и в том числе те, о которых я сейчас говорю. то есть это интервью, которые размещались совсем-совсем недавно на канале Гайя и в переводе Александра Черкасова. Это профессиональный переводчик наш. Спасибо им большое. Так вот, буквально последний видеоролик, который туда помещен, он в общем-то об этом. О том, в частности, могут ли представители других космических цивилизаций и раз занимать видные посты в управленческой системе нашего социума? Там есть ответ и на этот вопрос. Это не совсем то, о чем вы говорите, но это очень связанные темы. Далее, сейчас я не буду принципиально касаться темы этой глубоко, но это, конечно, секрет Поля Шинеля, что у самых важных игроков на геополитической сцене, конечно же, есть двойники. Это факт. Надо спокойно это принять. По разным причинам это делается уже очень давно. и поэтому не надо ничему удивляться. Один знает очень много в одной сфере, другой в другой сфере, третий в третий, но это только один из вариантов объяснения того, что вы спросили. Есть и другое. представители назовем это аккуратно так, дружественных цивилизаций, конечно же, имеют своих представителей в кругу непосредственных советников и прочих, имеющих доступ к первому лицу. И те, кто понимают, о чем идет речь, они сразу многое могут понять. Это было и во времена Советского Союза, то же самое происходило и с другими государствами, да, в общем-то, по крайней мере, ну, по крайней мере, с первой трети двадцатого века это все происходит, это и есть одна из сторон тайной космической программы. Я в нескольких интервью касался этой темы, между прочим, поэтому очень хочется дожить до того времени, когда, во-первых, будет написана вся настоящая история тайной космической программы, а это будет описание нескольких сот лет ее развития, а не с второй половины девятнадцатого века. Ну и как небольшое дополнение, настоящая история человечества хотя бы нашей планеты. А эти истории между собой связаны жестко и нераздельно. теперь если говорить о каких-то частностях в этом вопросе, ну в общем даже если за рамки убрать все, что президент России говорит по разным поводам, приводя конкретные цифры, данные, статистику и многое другое. Кстати, я, например, не считаю, что это слишком много для сознания руководителя государства. Я считаю наоборот, что руководитель государства должен постоянно быть в курсе всего. И вполне допускаю, что и сознание специально подготовленного человека, а ведь уважаемый Владимир Владимирович, из тех самых органов, где людям помогали организовывать свое сознание определенным образом. Смотрите фильм «Щит и меч». На минуточку. Фильм, который не один раз упоминал сам В.В. Путин. Есть и особые связи структур, которые не обозначены официально ни в России, ни в Америке, ни во Франции, ни в Англии, ни в Канаде, хотя они есть. Это особые подразделения особых родов войск, о существовании которых до сих пор мало кто догадывается, о том, какими они возможностями обладают. А вот тут нам это показывают в кино и очень хорошо показывают, правда, все, что там выглядит ну совсем уж фантастично, совсем невероятно, это все устаревшее, это военные технологии где-то самое позднее, ну середины 90-х. Вот так. И на этом уровне существуют международные программы в тайной космической программе, где очень большое число людей, измеряемое миллионами, миллионами они оторваны от земных дел, они занимаются только и единственно вопросами, связанными с тайной космической программой внутри Солнечной системы, за ее пределами и в межгалактических каких-нибудь там пространствах. И все это десятки лет. Так вот, Россия в этом тоже участвует. Отдельный разговор на каких условиях, мягко выражаясь, не совсем приятных для России. Это надо признать. И точно так же надо признать, что да, у России есть технологии, ну, по крайней мере, сравнимые с технологиями, которыми располагает и ТКП Америки и всего Запада, но и это все резко уступает технологиям, которыми обладает МКК, межпланетный корпоративный конгломерат, который является истинным хозяином и ТКП, и многого из того, что связывает ТКП с другими космическими расами, цивилизациями и много еще с чем. Вот так я обозначаю тему знания президентом России многого. Юрий Рубинович, маленечко тогда еще вкратце поясните, потому что, я думаю, время уже у нас прошло более часа, и давайте мы будем в рамках каких-то определенных рамках нашу беседу проведем, я думаю, еще плюс 20 минут выделим, я думаю, если вы согласны, на последующий вопрос. Скажите, вот меня интересует о том, что я вам рассказал про те случаи, которые происходили со мной, они как-то, как можно их объяснить, что это такое, обладаю ли я каким-то магнетизмом, не знаю, если по-простому сказать, притягивание вот этих вот явлений в свою жизнь, и почему со мной это происходило, ведь все-таки это непознанное. Отчасти, Виктор, вы уже на все это сами ответили, не просто текстом, но и тем, как вы это говорили. Тело человека о многом говорит, а я наблюдаю каждого, с кем я взаимодействую, сразу на людских уровнях, в том числе, как диагностирующий гомеопат, а в гомеопатии есть много способов исследования собеседника, и она очень помогает, между прочим. Так вот, это я не хочу сказать, что вы имеете какие-то проблемы по здоровью, просто это гомеопатическая практика, построенная на глубиннейшем знании человека целостного, и сразу видно, где он придумывает, где он сочиняет, где хочет кем-то казаться и так далее. Так вот, все, о чем вы рассказали, в некотором смысле для меня, это привычная область исследования, с которой я столкнулся в конце 80-х и до 93-го года, я просто этим конкретно занимался, в рамках работы экспертом-аналитиком в Латвийской научной ассоциации уфологии и энеологии. Это была моя работа. И мы исследовали такие ситуации, такие случаи, на которых можно 10-сезонный сериал секретными материалами снять. Да, со всеми этими прибамбасами. Теперь, что касается наблюдения так называемых НЛО. Ну, и с самим названием сейчас уже происходит что-то такое странное. Кстати, еще в советское время в системе сетка, а потом уже, когда программа была немножко перепрофилирована, и все это крышевалось, крышевалось этими ребятами из странной космической программы советской части. и в конце концов они придумали термин АЯ, аномальное явление, или потом ААЯ, аномальное атмосферное явление. Относительно недавно американцы вдруг решили тоже что-то такое придумать, чтобы попытаться еще немножко оттянуть неизбежное. то есть они вместо UFO английская аббревиатура неопознанный летающий объект, они вот с подачей Пентагона теперь используют даже в крупных масс-медиа UAP Unidentified Aerial Phenomenon то есть неидентифицированное воздушное явление. или феномен. Суть от этого не меняется напрочь. И исходя из того, что сегодня известно из разных источников постоянно перепроверяемых, многие из которых после тщательной проверки анализа сегодня уже к сожалению верифицированными назвать невозможно. Увы, это тоже надо признать. Но тем не менее информации много, она проверяется. Так вот, повторяю, исходя из этой информации, 90% так называемых неопознанных летающих объектов, которые мы видим в небе или фиксируют наша аппаратура, это объекты земного происхождения. Некоторые считают, что 95%. Вот так. Это не значит, что они сделаны там на Уралмаше или еще где-нибудь. Это просто означает, что мы представить себе не можем масштабы тайной космической программы, технологий, производства разного рода аппаратов с применением синтетических технологий, то есть неземные плюс земные плюс доразработки и так далее, и так далее. Когда это все вскроется, у многих просто голова точно кругом пойдет. Потому что это пущено на поток десятки лет назад и на Земле производятся космические аппараты в длину достигающие километры, а потом с помощью определенных технологий, в том числе с помощью управления пространством и временем, созданием локального портала, они мгновенно перемещаются на орбиту Земли абсолютно незаметно для окружающих. Так что много есть на свете друга рацио, что не снилось нашим покупным или продажным модельцам. Да, интересно. Даже когда во времена Великой Отечественной, особенно в секретной программе Анненерба немецкой, они почему-то, я так понимаю, сотрудничали с некими представителями определенных цивилизаций, которыми не являются дружественными к нашим расе. Возможно, кто-то говорит, что они с отвлечивающими с альдобаранцами, кто-то говорит, что с драконийцами, но тем не менее, почему, вот у меня вопрос, зачем они создавали те летающие аппараты, такие как Шауныбу, на абсолютно примитивном двигателе, если у них есть, ну, так скажем, определенное сотрудничество с пришельцами для того, чтобы перейти сразу на высокий уровень, зачем им надо было делать такие вопросы? Вопрос понят, я на него уже много раз отвечал, буквально в двух словах, во-первых, не Шаннебе, а Ханнебе, а это намек на Шаубергера и некоторых других. Там были другие аппараты. Почему это делалось так, а не иначе? Потому что это является главным принципом тайны космической программы и немецкой, и потом уже западной, а с некоторых пор и глобальной. Этот принцип плоть от плоти является принципом главной космической расы, которая имела и имеет пока главенствующее влияние на происходящее нашей планете. Я имею в виду драконийцев. Кстати, действительно, немцы сначала вышли на контакт с альдебаранцами, у которых была штаб-квартира в Египте и там пирамиды и все остальное, про это много фильмов снято, совершенно не случайных. Там и звездные врата и так далее. Это очень сильные намеки. Это альдебаранцы. Плюс там был не в последнюю очередь этот важный этап в обладении определенными технологиями через Марию Орсич и ее круг. Это отдельная история, она хорошо отработана. Потом уже изменились обстоятельства и внутри самой структуры нацистской. Там многое что произошло. И это очень важно понимать. Все всегда взаимосвязано и все работает в связи с тем, что происходит в сердце и в сознании человека и группы людей. Они определяют ту психоэнергетическую обстановку, которая делает возможным или не делает возможным контакт с кем-либо. Вот в чем дело. Это фактор чрезвычайно важный. Им на него проходить не надо. Поэтому да, драконийцы всех потом подвинули и началась особая отдельная история уже более жесткого взаимодействия драконийцев с руководством явным или тайным руководством нашей планеты. Это не значит, что до этого у них не было такого влияния. Еще как было. Просто это перешло в другие формы. И один из главных принципов внутри самой драконийской системы, структуры, их принципа существования. Как ни странно, то же самое, разделяя и властвуй. Там все построено на принципе противоборства, соперничества. Я не буду сейчас глубоко туда удаляться, но в двух словах это именно так. Эта цивилизация пока еще не выработала этот ресурс, эту энергетику высекания искры, поддерживающей суть, смысл и энергетику существования этой космической расы, а пока она не выработала, оно продолжается. Там построено все на конфликте. Это ключевое слово к этой цивилизации. В самом разном к ней отношении. И отношение всегда должно быть спокойное, взвешенное и без эмоций. Тогда не промахнешься. Отсюда именно этот принцип у них при их связи с нацистами, при их формировании и супервайзинге, надзоре над формированием тайных технологий, он был там утвержден, а потом спокойно перекочевал, и он сейчас правит, он правит в этой системе тайно-космической программы, где ни одно исследовательское направление не считается запретным, нежелательным, несущественным до тех пор, пока оно не исчерпало возможности доказать, что оно состоятельно. Вот в чем дело. Понятно. Поэтому и система ГЛЁКЕ, колокол, и многие другие, о которых многие даже не знают, и не все ветераны тайно-космической программы знают, какие еще были попытки, они все получали определенную поддержку, финансирование и так далее. Именно с этой целью они должны были на уровне конкуренции, столкновения своих попыток доказать, что они состоятельны. На этом уровне должен был определиться главный принцип, вокруг которого уже дальше можно было что-то строить. Драконицы в это не вмешивались. Зачем вмешиваться, если все работает по их законам? они вмешивались тогда, когда что-то намекало на то, что что-то будет не так, как они хотят. Вот точно так же и сегодня этот принцип является основополагающим во всех направлениях всех технологий тайно-космической программы, и это неизбежно влияет и на открытые программы, если их так можно назвать, военные, да сплошь и рядом идет конкуренция, а иногда полезненно жесткая конкуренция между соперничающими какими-нибудь конструкторскими бюро, что это в советское время не было, а сколько трагедий было из-за того, что какая-то более приближенная к власти в какой-то период времени получала чуть больше и начинала давить конкурентов, это что в советское время не было, а конкуренты в это время могли изобретать что-то совершенно потрясающее, вот ответ на ваш вопрос, и точно так же в Америке, другое дело, что все эти с нашей точки зрения, затаив дыхание, смотревших на какой-нибудь самолет, там еще что-нибудь, это что-то такое невообразимое, а это все жалкие огрызки, такие шелуха с барского стола тайной космической программы, которые скидывались, а дальше там слегка посмеиваясь смотрели, ну, эти ребята там что-нибудь сообразят, что мы там скинули, о, сообразили, так-так-так-так-так-так, да, вот примерно так все и происходит, по крайней мере, по крайней мере, с начала 50-х годов, вот именно так все происходит, и это касается в том числе так называемого гражданского сектора технологий. Юрий Рубинович, если вкратце, вот буквально последний вопрос, потому что время у нас подходит, я даже не хотел бы вас задерживать, я думаю, что, ну, если вкратце, подскажите, вот все-таки, наверное, волнующая тема каждого человека, то есть, что нам необходимо сделать для того, чтобы наша душа, наше сознание не попало в рабство к драконийцам, либо еще кому-то, как настраивать себя на тот миг, куда мы потом рано или поздно все придем. Я вынужден снова вернуться к тому, с чем мы начали. Было сказано, заповедь новую даю вам, любите друг друга. А способ, как реализовать эту заповедь, тоже дам. Как хотите, чтобы с вами поступали, поступайте с другими. Это величайшая драгоценность, это истинное ядро того самого, что мы называем христианство. Это руководство к действию. Это и есть ключик к ответу на ваш вопрос. Спасибо вам большое. Как должны поступать все, все. И наша задача, и задача, которую я перед собой всегда ставлю, это донесение этой простой истины до максимального количества людей без какого-либо нажима на свободную волю тех, кто все это слушает. Вот так. Игорь Рубинович, у меня также есть вопросы, да, но вопросы не только у меня. Если можно, можно как-то с вами организовать конференцию. Вот, я хотел бы пригласить также людей, которые интересуются данной темой, да, тоже обладающими высшее образование, хорошими аналитиками, работающие в определенных структурах в Москве, в том числе в правительстве, для того, чтобы как-то вот, ну, познать эту информацию так, как вы ее доносите, потому что мы не можем, не видели нигде больше ресурсов определенных, да, довольно в таком понятном, доходчивом языке. Поэтому хотелось бы попросить, можно бы как-то с вами организоваться? Я думаю, что тут ничего невозможного в этом нет, в каких только конференциях мне за последнее время не приходилось участвовать, включая те, которые не были записаны. Единственное условие, которое я должен поставить перед возможными участниками этого разговора. За то время, которое вы посвятите организации этого мероприятия, все желающие в нем поучаствовать, пожалуйста, пусть самым внимательным образом просмотрят всю информацию на пока еще действующих наших ресурсах, начиная с Астралионика 1, то есть надо глубоко прокрутить, найти то место, когда начинается тема, связанная с Тайной космической программой, а это уже года 3-4 там все звучит. То есть перелопатить придется многое. Далее, ну, наш сайт в помощь, он всегда указывается под всеми видео, которые публикуются на наших каналах, там ссылки всегда все есть, включая и тексты воззвания к светлым силам космоса, которые являются мощнейшим фактором, способствующим достижению невероятно важной цели, которая поставлена перед человечеством, вселенной, не больше и не меньше. Цель не просто и не столько и не только в освобождении от тех, кого мы называем притеснители, наши угнетатели и все остальное. На самом деле цель имеет долгиграющий принцип предуготовления себя к принятию на себя ответственности за все, что будет происходить, когда те, кого мы не хотим видеть в управлении землей, будут от нее устранены. Вот тогда начнется самое интересное. И тогда и будет ясно, способны ли те, кто только что был у руля, продолжать свою работу. А такие будут, между прочим. Или кое-кого придется попросить, потому что они сами покажут свою абсолютную неготовность к исполнению чрезвычайно важной функции. Переходу к состоянию освобождения и еще раз повторяю принятия полной ответственности, чего человечество было лишено многие и многие тысячи лет, находясь под таким крышеванием, с позволения сказать, тех, кого очень скоро отсюда попросят. Уже совсем жестко. в некоторых местах очень скоро есть, мы знаем даже сроки, причем точные. И это не гадание, это не нумерология, не астрология, это не ночные сны, это просто нормальный результат нашего взаимодействия, спокойный. И там людям будет не до смеха. Вот точно так же, как когда вулкан в Тонго как бы взорвался, это предстоит переживать в других частях нашей замечательной планеты. И многое предстоит сделать позитивного. А для того, чтобы действовать позитивно, надо мыслить позитивно, надо уметь убирать из своего сознания то, что в него сегодня пытаются с разных сторон вбить немытьем, так катанем ты в дверь, а не в окно, как пел любимый мной поэт. С этим придется какое-то время еще поработать. А потом, я еще раз повторяю, это каторжная работа по переначиванию себя под новое состояние мира, в котором ты за все отвечаешь. Потому что не на кого будет сваливать. Вот так. Такая просьба. Пусть люди все капитально изучат. Только тогда появятся конкретные вопросы, на которые можно будет давать развернутый ответ, уже опираясь на то, что понято, воспринято, анализировано, сделаны выводы и прочее, желательно. Пусть проникнет свет в наши сердца. Любите, необходимо любить себя, а также окружающую среду. На этом все согласен. Согласен. И на этом пути нам предстоит еще понять, что такое я, кто такой я, и кого следует любить в этом смысле. А то очень многие что-то любят такое, что у нас странные дела творятся на шарике. Так что во всем будем разбираться и прояснять, прояснять наш мир и помогать тем, кто очень хочет этого. И помогать, между прочим, еще и тем, кто вляпался куда не надо, вынужденно или проплаченным образом участвует в делах тьмы, о чем было сказано действительно 2000 лет назад. Горе человеку, через которого соблазн в мир приходит. Лучше бы не родиться этому человеку. Такие тоже среди нас есть, и мы своим добрым, светлым отношениям и пониманием того, что происходит, будем и им помогать вылезать из этой трясины. Вот так. Ну все, на этом я предлагаю все-таки закончить. Хорошо. Дмитрий Иванович, я ваши рекомендации учусь, просмотрю все видеоролики, будут конкретные вопросы, которые соответственно образуются из учтенного мной материала, я вам напишу. Всего доброго. Всех вам благ. Привет, Якутии. Это дорогое моему сердцу место, там у меня столько друзей. везде, в разных местах. Так что, ну, очень приятно было сегодня с вами общаться. Мне тоже взаимно, Игорь Иванович. До свидания. До новых встреч. Счастливо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И когда заклубится закат по углам заметая Пусть опять и опять предо мною плывут наяву Белый буйм и синий овен и форель золотая А иначе зачем на земле этой вечной живу? Белый буйм и синий овен и форель золотая Белый буйм и синий овен и форель золотая Белый буйм и синий овен и форель золотая